Вашему вниманию предоставляется открытый урок преподавателя высшей квалификационной категории детской музыкальной школы номер 1 имени Георгия Сверидова, город Кропоткин, Буряковой Ларисы Васильевны, с учащимся первого класса ДПОП в пятилетний курс обучения Захаровым Тихоновым. Тема «Основные принципы овладения педагогическим репертуаром в начальном этапе обучения». Цели «Развитие музыкальных способностей и склонности к музыке через применение различных разделов работы». Задачи – побуждение активного стремления к усвоению знаний, приобретение исполнительских навыков. План урока. Вступление. Основная часть. Первая – работа над инструктивным материалом, гаммы, этюды. Второе – приобретение исполнительских навыков через использование репертуара и путем педагогического инструктажа. Заключение. Оценка за урок. Домашнее задание. Вступление. Значение репертуара в формировании личности музыканта-исполнителя очень велико. В ходе работы приходится очень четко взвешивать, какие задачи являются первоочередными в работе с данным учеником, какие нужно взяться позднее. Приходится решать, какой вид должна иметь работа над учебным материалом, какие способы воздействия дадут на лучший эффект. На данном уроке я буду использовать некоторые моменты современных образовательных технологий. Технология проблемного обучения. Обозначается проблема и путем включения учеников в процесс ее решения – это посадка, постановка инструмента, аппликатура, смена меха, динамика, репертуар – проблема решается. Информационно-иллюстративные технологии в основном основываются на профессионализме, мастерстве, авторитете и компетентности преподавателя, а также готовности ученика к восприятию готовой информации. Исследовательские и лично ориентированные технологии учитываются индивидуальные способности учащихся, скорость мышления, организованность, желание и личное отношение ученикам к предлагаемому репертуару. Здоровье-исперегающие технологии – это смена рода деятельности на уроке и некоторые физические упражнения. Ну, давай приступим. Тихо. Скажи, пожалуйста, для чего нам нужны самые различные упражнения? Чтобы лучше играть. Да, чтобы научиться играть. Мы на дом, ты получил задание, играть новый технический комплекс для первого класса, называется гамма до мажор. Вот давай посмотрим, она у нас в нотах написана, хотя ты знаешь наизусть. Скажи, пожалуйста, какими длительностями у нас? Четвертыми. Четвертыми длительностями. Еще смотри, размер написан. О чем он тут нам должен говорить? Какой размер? Такт, разума, две четверти. Такт, две четверти. А о том, как мы должны считать? До двух. До двух. Еще скажи, пожалуйста, там написаны какие-то буквы и вилочки. Что это означает с самого начала? Буквы – это мексо, форте и форте. Да. А что значит вилочка, которая расходится? Это крешенда и деминуенда. И деминуенда. Значит, мы должны начать гармон немножечко как? Потише. Потише. Потом прийти на яркий звук какой ноте? Форте. Какой ноте? До. Да. И потом обратно прийти к ноте до первой, к того каким звукам? Пиано. Пиано. А это что значит? Тихо. Тихо. Ну, давай попробуем, что у нас будет получаться. Ну, тихо. Пошли. Тихо. Если не хватает, то мы должны что сделать? Повести на другое движение меха. Если у нас не получается, то с самого начала нужно взять небольшой запас на одну нотку. Давай еще раз, немного живее. Чуть-чуть, быстрее. Чуть. Давай, давай, соль. И обратно. Тише. Тише. Останавливаем мех. Ручку убираем. Значит, что нужно дома сделать? Много быстрее играть ноту до, следить за мехом, чтобы у тебя получался разжим и сжим на одно движение меха, да? У нас получается, здесь мы разжимаем 7 нот. И в этом упражнении написано еще под басовым ключом левая рука. Тебе легко играть левой рукой или тяжеловато? Тяжеловато. Тяжеловато. Но все-таки мы стараемся, да? Главная задача у нас была поставить первый палец на второй. Пальцы мы помним, что это какой-то палец у нас? Первый. Это? Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Да, аппликатура написана циферки. Это что такое? Вспоминаем. Порядок пальцев. Да, порядок пальцев. Давай, начинаем с какой-нибудь? Сюда. Вот это мы добавим руку. Не просто, но стараемся. Соль. Хорошо, молодец. Пальцы заплетаются еще, да? Значит, ты немножко быстрее взял темп, помедленнее, чтобы пальцы узнали свою дорожку, протарили ее и точно по ней ходили. Потом, опять-таки, начинаем немного как тише, потом делаем погромче. В левой руке у нас почему не получается смена меха, потому что более грубые звуки, да? Поэтому мы сколько на разжим видим звуков? Три. Четыре, а на жим? Три. Три. Давай, еще разочек. Немножко спокойнее. Ну, а ну, все хорошо. Давай. Пальчик. Вот этот момент фа, ми, ре, до, фа. Палец не слушается тебя, да? Нужно его поставить, он должен стоять на одном месте. Должны мы ли далеко ходить по левой клавиатуре? Нет. Нет. Все пальчики у нас рядышком, да? Вот поэтому задача какая у нас? Научиться, чтобы пальцы находили все свои места в левой руке. Это, конечно, сложно, но тем не менее мы там подсмотреть не можем, да? Левую руку. Поэтому приходится чувствовать, ты на какую нотку ориентируешься? На нотку до, да, потому что у нас фабричная такая нотка, да? Еще у нас есть упражнение с тобой, называется этюды, да? А этюды для чего мы играем? Ну, чтобы лучше играть, чтобы в пьесах мы получше играли. Да, чтобы те моменты, которые встречаются у нас в таких упражнениях, которые этюды называются, да? Этюды – это упражнение. И у нас такой какой этюд? Какой ты готовил? Один. А еще какой? Восьмой. Много я тебе задавала. Восьмой этюд. Скажи, пожалуйста, что нового вы здесь увидели? В левой руке у нас аккомпанемент будет идти последовательно или одновременно? В этюде номер 8? Да. Последовательно? Если подумать, когда басы и аккорды. А, одновременно. Одновременно. Еще интересный момент у нас в окончании этюда. Один цифра и два. Это о чем? Это вольты. Вольты. Что это такое вольты? А это знак как называется? Реприза. Знак называется реприза. Сейчас мы с тобой попробуем вглубля вдвоем сжать. Что у нас получится? Ты мне говоришь счет раз и два и. Да? И начинаешь играть какой рукой? Левой. Давай. Левой. Левой. А я правой. Хорошо? Ноты там помнишь? Да. Какие ноты? Где у тебя левая рука, где правая? Левая, здесь левая. А с какой ноты начинается? До. До. Поставили пальчики одновременно. Нажимаем. Давай. Пройди сам. Считаем. Раз и. Пошли. Раз и. Потом два и. Раз и два. Смелей. Раз и два и. Раз и два. Не бойся. Раз и два. Смелей. Раз и два. Раз и два. Раз и раз и два. В конце можно замедлить немножко. Но команду нет. Я буду правой рукой. А ты левой. Вступительный. Так. Раз и. Говорим. Раз и два и. Раз и два и. Дальше. Репризу. Еще раз. Раз и. Раз и два и. Да. Что тебе трудно играть здесь? Вот септаккорд. Септаккорд. Новое у нас получается. То у нас в левой руке ряды как располагаются? Помнишь? Да. Да. Какой первый ряд у нас? Бас. Вспомогательные. Басы. Второй ряд у нас? Основные басы. Да. Как это означается первый ряд? Какой буквой? В. В. На втором ряду у нас находятся моды. Гамму, которую ты играешь. Третий ряд у нас что? Мажор. 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 Три. Четвертый ряд. Мажор. И пятый ряд? Септаккорд. Септаккорд. Вот. На септаккордах в этом ряду тебе нужно поработать, да? Потому что у нас немножко не получается. Что нужно сделать? Пальцы собрать. Потом прийти в ноту соль-мажор. И палец по рядам дойти до пятого. Давай. Поднимай. Ручки. Поднимай ручки. Ага. Хорошо. Ну, ну, ну. Давай попробуем. И только этот момент. Не надо правой рукой. Не получается то, что не получается и дома. Надо точно так же. То, что не получается, нужно отработать. Пошли. До мажор. Пришли в В. И расставили пальцы с соль-септаккорд. Послушали, как звучит. Еще раз. Собрали пальцы. Собрали пальцы в до мажор. Не падаем. Расставляем. Да. Во, как с непривычки получается, да? Значит, задача у нас, домашнего задания. Первую вольту отработать. Какой аккорд? Септаккорд. Септаккорд отработать. Да? То есть пальцы собрали. На соль-мажор перешли. И потом перешли через минор на септаккорд. Вот. Это будет такая задача. Тебе домашнее задание. Поскольку этюд новый, мы только начали его разбирать, да? Поэтому септаккорд. Теперь мы еще одно, один этюд с тобой играли, да? С самого начала, где ноты идут по порядку. Какие здесь моты? Расскажи мне, пожалуйста. До. В правой руке. До-до. До-до. Ре. Ми-ми-па. Давай дальше. Соль. Соль. Фу-па-ми-ре. До-до. Какие длительности ты видишь в этом этюде? Чёрные. А ещё? Восьмые. Да? Это восьмые называются? Четвертые. А ещё какие? Длинные, не закрашенные. Это какие? Половинные. Половинные. В чём разница между четвертными и половинными длительностями? Половинными надо играть раз и два и три и четыре и. Да? Молодец. А если размер какой в самом начале написано? Две четверти. Две четверти. Ну, это половинные написано на один так. Когда у нас длительности без восьмых, тогда мы играем четвертные ноты раз, а половинные раз-два. Помнишь такое? Да. Да. Поэтому лишнего придумывать мы не можем попробовать сыграть, и лишних звуков никогда не надо. Как мы будем играть этюд за первым разом? Кто будет научиться играть громко? Тим. Форте. А ты за вторым разом? Пиано. Пиано. Да, но при этом мы все время говорим о том, что нужна левая рука упираться в ремень, чтобы у нас не было никаких перерывов в левой руке. Постепенно, постепенно движется мир. И остановок не должно быть. Давай форте, ярко. Да, ручки опускаем. Следующее, то, что мы сегодня с тобой в этюде отработали, это последовательное движение. Мы с тобой попробуем его сыграть в пьеске. Пьеска называется как? Паровоз. Паровоз. Можешь слова прочитать? Да. Какие? Едет, едет паровоз, у него есть сто колес, две трубы, сто колес, машинистом разжипет. Да, достаточно. Давай, вставай, дала мне инструмент. Становись рядышком. Мы договаривались длительности. Опять-таки, размер какой здесь? Восьмой. Нет, размер сначала говорим. Две четверти. Две четверти. О чем это говорит нам? Можешь читать до двух. Читать до двух. В каждом такте у нас... Две четверти. Да, хорошо. Для того, чтобы выделить четверть, мы ее с тобой хлопаем. Хлопаем. А на каждую восьмую мы с тобой шагаем. Топаем. Хлопаем и топаем. Значит, слова говорим и топаем и хлопаем. Давай, и. Молодец. Когда мы разбирали, ручки подними и второй куплет. Обе две. Мы к соседям, давай, мы к соседям, гости едем. Едем к тиграм и медведям. Ожидайте в гости нас. Опустили мы. Мы приедем ровно в час. Молодец. Садись, хорошо. Пьеса тоже новая. О чем мы здесь говорили? Что у нас здесь встречаются повторяющиеся ноты. Да, тихо. Пальчики сверху. Как называется термин такой? Пальчики сверху, который написан. Как это называется? Репети. А? Априкатура. Априкатура. А если повторяющиеся ноты, и мы на них меняем, что мы делаем на них? Репетиция. Да. Что мы делаем, когда репетиция? Как это называется? Меняем пальцы. Да, меняем пальцы с одного на другой, да? То есть, когда больше и трех нот повторяющихся, у нас идет репетиция. Мы с тобой будем играть какой рукой? Правой. Правой рукой. Ну, давай. Значит, на ноте соль, где мы хлопали, делаем немножечко тише. Опять-таки, хорошо движим вверх, чтобы у нас не было после каждой ноты остановки. Пошли. Вдохнули. Хорошо. И пальцы меняем. В конце мы что делаем? Точку. Точку. То есть, как приложение у нас в конце. И затихает звук, да? Сейчас ты меня хорошо тянул. Теперь левой рукой давай первый куплет. Ты поешь музыку, поешь слова и аккомпанируешь себе левой рукой. Хорошо? Давай. Давай. Скажи, пожалуйста, здесь аккомпанемент в левой руке последовательно или одновременно играется? В конце одновременно, а так последовательно. Еще обратили внимание, что у нас есть ударные слоги, а есть слоги безударные. Какие слоги у нас ударные? Скажи, пожалуйста. На левой руке. Да, ну ты же сейчас левую играл. На какую нотку мы опирались? В такте. На первую или на вторую? На вторую. Да, на вторую опирались. А не на первую? Да. Тихо. На первую долю мы опирались, да? На ноту до. А аккорд играли тише. Вот ты за этим посреди. И потом пой немножечко погромче. Ладно? Немножко погромче. Есть у нас еще одна песенка, да? Я тебе задавала. Про кого? Журавель. Журавель. Это что за птица такая? Большая. А еще что ты там о ней знаешь? Что ты о ней разузнал? Что у меня там интересное? Она длинная. У нее лапа большая. Да, у нее длинные очень лапы, да? Ты посмотрел картину? Да. Посмотрел. Тебе понравился журавель? Да. Да. Здесь слова какие у песни? Расскажи мне, пожалуйста. Долгоносный журавель на мельницу ездил, на мельницу ездил, диковинку видел, ай-лю-ли, ай-лю-ли, диковинку видел. Да. А если внимательно посмотреть, вторая часть у нас. Ай-лю-ли, ай-лю-ли, да? Два такта у нас получается, да? В первом такте, в третьем такте, на второй строчке. Какая первая нота? Длительность какая? Какая нота? Длительность какая? Восьмая. На ре восьмая, а на ноте соль? Четвертая. Четвертая. Значит, сначала у нас в такте, после репризы, первая нота ударная. Соль. Потом две безударных лю-ли. Потом ай-лю-ли. В четвертом такте у нас две восьми, а потом четвертная. Сыграй, пожалуйста, этот такт. Не просто ай-лю-ли, да. Первую долю выделяем. Ай-лю-ли. Правой ручкой. Ай-лю-ли. Ай-лю-ли. Молодец. Ну, в чем разница в аккомпанементе во первой части и во второй части? Где первая часть, где первый мотив у нас? Покажи, пожалуйста. Здесь. Да, ну это вторая часть у нас, да? Что здесь меняется? Ударение. Ударение меняется, да. А еще аккомпанемент меняется? Или не меняется, да? Что получается? Если мы здесь последовательно в первой части играем до, мажор, до, мажор, то в левой руке мы играем что? Бас. Бас. Аккорды. И еще? Два. Два аккорда. Два аккорда. Покажи вторую часть, как это ты будешь играть. Да. Левой давай. Говорим же о левой руке. Следи, пожалуйста. Иди, не хорошо. Считай. Раз и, два и. Помнишь? Давай. Раз и, два. Ничего страшного. Раз и, два и. Раз и, два и. И готовишь. И раз и, два и. Еще раз вторую часть. Тебе трудно играть эту песню или не очень? Не очень трудно. А? Не очень трудно. Не очень, но трудно надо. А что где-то трудно? Вот этот кублет. Этот кублет. Из-за того, что левая рука или из-за того, что меняется ритм? Эти в третьем, в четвертом такте. Левая рука. Левая рука. Трудно, да. Что нужно для того, чтобы получалось левая рука? Тихо. Как-то. Пальцы вместе собрать. Пальцы собрать. Хорошо. Еще что нужно помнить? Считать нужно? Да. Считать нужно. И дома сыграть один раз. Или пол раза. Сколько раз нужно сыграть? Один раз. Один раз. Молодец. А с одного раза получится? Нет. Нет. Значит, сколько раз нужно играть? Два. А если и со второго раза не получится? А пять раз. А если и после пяти не получится? Десять раз. Да. Но момент есть такой. Пока не получится. Правда? Тратить нужно время на то, что у нас не получается. Поэтому мы должны отработать его и дальше двигаться вперед. Попробуй с двумя руками, Журавель. Попробуй. Соединяем дома. Так, так. Думя руками. Вот она коммейна. Покажи. Тихо, тихо. Теперь Компингу увидел. Дальше так. Все хорошо. Опять вздохну. Хорошо, молодец. Ручку опускаем. Скажи, пожалуйста, тихо. Мы с тобой много песен играли, да? На расстоянии с одного звука, два звука, секунду я тебе говорила, на три звука, да? Помнишь, дождик играли. А какая из всех песен, которые мы с тобой играли, тебе нравится больше всего? Василек. Василек. А о чем эта песня? А цветки? А цветки. Какой цветок? Колючий? Нет. А какой? Большой. Большой еще такой. Видишь, когда-нибудь Василек? Нет. Не видел. Ну, задача тебе на дам. Как ты журавля посмотрел, найдите с мамой в телефоне или на картинке, что за цветок такой. А весна начнется, принесешь мне цветок Василек. Хорошо? А сейчас сыграю. Как ты сыграешь? Слова помнишь? Угу. Да. Ну, расскажи. Василек, Василек, мой любимый цветок, скоро ты скажи, засинеешь вожжи. Да. Ну, сыграем, чтобы это было красиво и приятно слушать, как мама тебя дома слушает. Мама послушает первым разом. Как мы играем? Мягко. 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 Давай. Ну, все хорошо. Справляйся. Иначе еще разочек. Чисто любимая песня. Теперь зовет. Так, убрал ручки. Убрал. И скажи, пожалуйста, что сегодня нового на уроке ты узнал? Ну, репетиции мы, да? Угу. Узнали. Еще мы узнали, что сильная нота в такте, это какая? Первая. Первая. Да? Вот нужно ее выделять. Особенно в левой руке. О том, что нужно постоянно вести хорошее натяжение меха. И дома нужно работать над чем? Над трудными местами. Ни один раз, ни два, ни пять. Может, и за три раза все хорошо получится. Всех же по-разному, правда? Поэтому пока не получится, такое будет домашнее задание. Гамму до мажор в левой руке нужно будет обязательно доработать, чтобы пальчики не разбрасывались, да? В разные стороны. Важная проблема у нас, что делает первый палец? Убегаем. Убегает первый палец. Поэтому мы намеренно играем гамму, чтобы все пальчики ставились на свои места. И сегодня делаем такой вывод. Придолженный урок – это только один из вариантов работы над педагогическим репертуаром. Так как каждый урок творчески перерабатывается каждым педагогом на основании своего личного опыта, использования методического материала, применительно к своим взглядам на воспитание музыканта-исполнителя, а также используя свой индивидуальный стиль. Но всегда нужно помнить, что используемый педагогический репертуар, как говорил замечательный педагог Дмитрий Ковалевский, должен быть художественным и увлекательным, должен быть педагогически целесообразным, то есть научить чему-то полезному и нужному. И третье – должен выполнять определенную воспитательную роль. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok